Играю с мастером Фида из Польши. Конь f3 играет. Давайте b6 сразу сыграю так, чтобы на g3 сыграть слон b7, и эта связка не играла столь сильную роль. И g5 здесь. Хочу сразу активно его слона разменять. Понятно, что в классических партиях все эти ходы типа g5, g4 не прокатят, просто за такое легко наказывают. Но в Блице все что угодно может случиться, так что попробуем подкрутить где-то позицию. Может быть конь на h4 окажется неудачно расположенным. Хочу просто слон e7 сыграть. Получил перевес по времени еще, так что может это тоже мне пригодится. Ну а так, наверное, дальнейшие какие ходы? d6, конь d7, или же конь c6, d6, ферзь d7, 3, 0. Потому что короля, естественно, тоже куда-то может девать. В центре он остаться не может. f3. Наверное, слон e7 все равно. Забрал и еще раз забрал. Хотя, может, он ферзь f3 планирует, даже не будет брать мою фигуру на h4. Да, так играет. У меня есть ход ладьи h7, как минимум, получается почти то же самое. Есть ход конь f6. Вот там gh. Конь подвисает. Слон f6. Там либо e5, либо g5. Ферзь f6 еще есть ход. Ферзь f6 выглядит довольно-таки интересно. Там gh. Взял на f3. Вон король f3. Ну ладно, не хочу менять ферзей как-то-то не по-мужски. Продолжим интересную игру. Долго продумал над этим. 30 лишним секунд. Ну ничего, попробуем еще подкрутить что-то здесь. Против мастера фида из Польши. Ну конь c6. И 3.0, наверное. Ходы дальнейшие будут. Ладья g7. Не вижу смысла шаховать. Просто уйдет. Можно забрать, конечно, но эта пешка от меня никуда не денется. Важнее закончить развитие. Кстати, есть ход fh5. Король g8. Король e7. Ну давайте попробуем, кстати. Сюда ушел. Может заматую его? На фирже 3 ладья g8. Так, а что делать будет наш друг? Кажется, что очень близко мат. Забрал. Да, и фирже 3 матую. Ну удалось подкрутить и заматовать.